Почему вы отталкиваете счастье и возможности? Правильно будет сказать, не столько отталкиваете, сколько не видите. Вот почему люди очень часто не замечают те возможности, которые прямо у них под носом есть. Потому что это уже доказанный факт, что как только у вас возникает какая-то потребность, запрос, желание, уже есть прямо перед вами все возможности для реализации этого. Но зачастую мы их не видим. Почему? Есть одно очень интересное открытие про работу нашего головного мозга, которое проливает свет как раз на эту ситуацию. И очень хорошо объясняет и принцип работы психотерапии, за счет чего помогает психотерапия, ну и в принципе дает понимание того, насколько в авторском мире мы живем, насколько каждый из нас себе этот мир создает. Открытие следующее. Оно не так давно случилось. Значит, ученые обнаружили, что наши воспоминания хранятся, ну то есть до этого скорее была такая теория, что воспоминания у нас в головном мозге хранятся в виде, ну знаете, как условно, как кинопленки. И вот когда я вас спрошу, например, расскажите мне, как вы отмечали свой 16-й день рождения. Вы покопались, достали нужную пленочку и ее развернули, и внутри увидели этот фильм и рассказали мне. Так вот, те исследования, о которых я здесь говорю, они показали ученым вообще другую картинку работы головного мозга. А именно, что каждый раз, когда вам нужно что-то вспомнить, рассказать какую-то историю своей жизни, вы заново, ваш мозг заново как будто бы создает это видео. То есть, если я прошу вас рассказать о том, как вы провели свой 16-й день рождения, вы, ваш мозг в этот момент для меня собирает это видео. То есть, он не достает то, что есть, а он заново собирает. Все бы ничего, но никогда невозможно собрать дважды одинаковый файл. И когда вы уже один раз рассказали эту историю, достали, собрали этот файл, точнее, в следующий раз этот файл соберется немножко другим. Это может быть совсем небольшие изменения, но они всегда будут. Это объясняет, почему так много вот этих ложных воспоминаний. Вот если, например, вы записываете сны, это у меня была такая практика, я сейчас тоже записываю свои сны. И я очень часто это вижу, что когда вот я в голове помню сон по одному, а потом возвращаясь к записям, я вижу, что реально он был другой. Ну, какой-то, ну, не совсем-совсем другой, но детали другие. Так вот, каждый раз, еще раз, когда мы что-то вспоминаем, хоть сон, хоть реальность, мы это внутри конструируем. И за счет этого, собственно говоря, и работает психотерапия, потому что вы приходите к психологу и рассказываете какие-то истории. И каждая рассказанная история, что-то вам говорит психотерапевт в ответ и так далее, то есть она получает, ну, туда входит новая информация, в следующий раз она уже собирается в вашей голове по-другому, эта история. То есть вы по-другому воспринимаете мир, себя, людей, с которыми вы взаимодействуете и так далее. И постепенно внутренняя реальность меняется и меняется внешне. Точно так же наш мозг не хранит зафиксированную внешнюю реальность. Он ее собирает каждый момент времени, точнее пересобирает. То есть может казаться, что, ну, вот внутри у нас есть какая-то картинка жизни, в которой мы живем. Вот моя квартира, моя семья, мои друзья, моя работа, мой бизнес. Как будто это внутри такая стабильная, собранная картинка. Но нет, эта картинка пересобирается каждое мгновение. И встает вопрос, каким образом, на основании чего она пересобирается? На основании того внутреннего, эмоционального, ментального состояния, в котором вы находитесь в данный момент. Это опять же вещи, которые на бытовом уровне всем понятны. Например, вы одеты в одно и то же платье, вы один и тот же человек. Утром вы смотрите в зеркало, думаете, боже, какая красивая женщина. Вечером вы смотрите и думаете, боже, что за, не знаю, толстая уродина старая. Понимаете? Что поменялось? Ничего, кроме вашего состояния. И отражение в зеркале другое. Вы пересобрали внутри себя картинку, и вы реально видите себя уродливой. Хотя утром, условно, реально видели себя красивой. Опять же, мы каждый день с этим сталкиваемся, но на самом деле реально ваш мозг собирает разные картинки. И здесь вы красивая, а здесь вы уродливая. И точно так же это разные картинки про внешнюю реальность. Вот здесь картинка, где вовне множество возможностей, а здесь картинка, где тупики. И реальная реальность не поменялась. Просто ваш мозг собрал с нее разную мозаику, чтобы какую-то показать вам картинку, которая соответствует вашему внутреннему состоянию. Поэтому в тех ситуациях, где вы не видите возможностей, где что-то не получается, я рекомендую просто вот эту идею вспоминать. О том, что то, что сейчас вот вы видите, это собранная вашим мозгом картинка прямо здесь и сейчас. Через секунду она может быть собрана по-другому. И она будет собрана по-другому, если изменится ваше состояние. И когда состояние меняется, а для этого есть подходы, и, собственно говоря, то, что происходит в терапии, мы меняем состояние. Я много видео об этом говорю, каким образом это происходит и так далее. И вот эта картинка внешнего мира, она тоже сразу пересобирается в какую-то другую. Поэтому и опять же, где-то вы вообще не видели возможностей, вариантов, решения, а где-то начинаете вот они, прямо под носом. Это такая повседневная магия, которая на самом деле со всеми нами случается. Просто важно начинать ее замечать, и тогда она будет помогать вам в реализации тех целей и задач, которые вы хотите реализовать в своей жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!